Дай почитать. Разумеется, после Лавра. Это его профессия, средневековье. Он медиавист. На этот раз жанр, избираемый водолазкиным летописью. Именно благодаря обширным профессиональным познаниям писатель знает, что средневековая летопись пишется разными людьми, и от их способностей, от их ума, от их духовности зависит, как предстанет история перед потомками. Поэтому летописцев в оправдании острова множество. Как и правителей Феодор, Константин, Юстин и многие другие, но с особой теплотой он пишет про Парфения и Ксению. У них особая функция. Они долгожители и живо, и по-человечески неравнодушно комментируют историческую летопись. И хотя не муж и жена по настоянию Ксения, она так и останется христовой невестой, они в духовном смысле единое нерасторжимое целое. Путешествуя по Франции и Италии, они снимаются в кино, повествующем об их долгой жизни. А параллельно там, на острове, как в любом государстве, в любой истории, кровь, борьба за власть, ложь, предательство, и не надо никаких аналогий, это обобщенная история и обобщенное время. В этом романе поместилось очень многое. От вопроса, как был создан мир, до непрекращающейся борьбы со злом. Рассказчиков и летописцев, как было сказано, несколько, поэтому и стилей написания несколько. Это роман об эпохе позднего капитализма. И хоть и есть описание великой островной революции, и есть картавый, плешивый, идиот-диктатор, и усатый, кровожадный, маньяк-диктатор, с приходом такой желанной демократии, чудо не случилось. Ведь на демократических выборах выигрывает фокусник. И все ресурсы и недра оказываются скупленными бизнесменами с континента. И вот Парфейни и Ксения приезжают, чтобы противоборствовать хаосу. Люди растеряны, надежды обмануты, разум бессилен. Хроника сменилась антиутопией, нарратив с сатирой. Путь к гармонии оказался прост и ясен. Думать надо о вечном и высоком, а не о земном и низменном. Это роман-притча. Оправдание острова Евгения Водолазкина. Все о том же. В чем смысл нашего прихода в этот мир? И как горько, что мы не учимся на собственных ошибках. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!